Кавказ 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 гражданства через формирование нации. Вторая тенденция – это формирование государства через укрепление ресурсов управления. Пришло время в нашей стране, когда формирование гражданства очевидно становится в повестку дня. Поэтому вопрос для меня не отделение Кавказа от России, а вопрос в следующем. Каким образом согласовать разные этнические, культурные, человеческие особенности народов нашей страны и наиболее с этой точки зрения разнообразного и богатого региона, такого, как Кавказ, где только в одном Дагестане не могу даже посчитать, сколько различных этнических субъектов существует, согласовать с единым политическим и гражданским полем. Отсюда я перехожу к проблеме религиозного участия религии в политике. Я не считаю, что есть какие-то специфические проблемы, связанные именно с исламом, что именно вот ислам заставляет какие-то проблемы. Все темы, которые возникают в зонах, где существует экстремизм с исламским оттенком, они носят первично социально-экономические и политические предпосылки. Главная проблема политической нестабильности и экстремизма на Кавказе это то, что за 90-е и 2000-е годы Кавказ превратился в зону не везде, но достаточно в некоторых регионах это очевидно в зону неконтролированного насилия. Насилие, которое позволительно всем силовым структурам, государственным структурам, криминальным структурам, террористическим структурам. В некоторых регионах Кавказа убить человека проще, чем с ним договориться. Я очень люблю Дагестан, но Дагестан тому пример. Сколько убито людей в Дагестане и продолжают убивать, и сколько расследовано случаев этого убийства, причем общественно значимых преступлений, от журналистов типа Гаджи Абашилова или Хаджи Мурата Камалова до политиков типа Надыра Хачилаева или Гаруна Курбанова не имеет значения, не расследуется. При этом все беседуют с людьми и люди называют имена криминальных лидеров, криминальных группировок, связанных с властью, которым говорят, ну что им, кто им что сделает, связанных с силовыми структурами. Говорят, кто из высокопоставленных сотрудников МВД или прокуратуры крышует наркоторговлю, крышует спиртовое производство незаконное, крышует проституцию. Люди все знают. Мы же живем так, как будто это существует в каком-то виртуальном пространстве, в кино. Поэтому на этом фоне обсуждать, из-за ислама ли это происходит, или не из-за ислама, точно так же, как в Северной Ирландии, обсуждать является ли католицизм, причиной того, что ирландская республиканская армия взрывала гостиницу в Брайтоне, погибло 240 человек, машина на улицах Манчестера погибло 54 человека, и убила кучу полицейских и военных. Потому что католическая вера неправильная, потому что ирландцы специфические католики-экстремисты, исповедующие особо экстремистский вариант католицизма, католический ваххабизм, можно, наверное, и такую теорию выдвинуть. Мне кажется, что все-таки причиной и изначально была национально-социальное угнетение католиков в Северной Ирландии, которое было реализовано по мере того, как создавались легальные структуры, легальные структуры участия католического меньшинства в политической жизни Великобритании, в частности, в Северной Ирландии. Очень похожая ситуация. Сегодня бывшие террористы, люди, которые руководили террористическими актами, которые убивали полицейских, военных и политиков, которые убили, в частности, одного из родственников королевы, Джерри Адамс, например, один из руководителей боевого крыла Ирландской республиканской армии, является дватом парламента от партии Шенфейн и является главным борцом с террористом, с терроризмом более эффективным, чем все полицейские и силовые структуры Великобритании. Хотя одно другого, конечно, не исключает. Мне кажется, что вопрос в следующем. Каким образом сложившиеся сегодня на Кавказе, в некоторых регионах, в исламских регионах структуры, традиционные структуры общества вписать в правовое, политическое, реальное пространство Российской Федерации? Не теоретическое, которое было написано выдающимися конституционными юристами Борисом Ивзеевым или Олегом Румянцевым на развалинах дымящегося Белого дома в 1993 году, а в реальную современную Россию, которая является живым, изменяющимся миром. Я не считаю, что надо ставить вопрос о легализации шариатских судов. Я считаю, что это неправильная постановка вопроса, которая вызовет совершенно неправильное и резкое негативное к этому отношение. И это нарушает правовое пространство Единой Российской Федерации. Но я считаю, что надо просто усиливать и, собственно, есть указ президента, который был подписан президентом Медведева о третейских судах, которые не регламентируют способы разрешения конфликтов при согласии двух сторон. А называете вы это шариатом или называете вы это светским правом или каким-то религиозным правом, мне кажется, тут надо подходить с элементарной долей разумности. Если мусульмане Дагестана, в частности, не важно, каких они взглядов, являются ли они последовательными тарикатов или являются ли они последователями, допустим, каких-то иных направлений там ислама, которые распространены среди народов Дагестана, поддерживают единое правовое поле и заявляют об этом, и в рамках этого поля реализуют свои религиозные права, в том числе какие-то региональные особенности, мне представляется, что это решение вопроса. Точно так же, как я выступаю за то, чтобы в казачьих станицах, если есть какой-то круг казачий, а я знаю, что это есть, который точно так же можно при желании не вписать в правовую норму Российской Федерации, если на него посмотреть, круг решает какие-то вопросы относительно станичника. Вопросы земли, вопросы развода, такие случаи известны. И это такой же аналог тому, что вы называете шариакскими судами. Это не религиозный вопрос, это вопрос политический, социальный, правовой и экономический. Поэтому я завершаю свое вступление, короткое, тем, что отношение Кавказа с большой территорией России, это отношение в первую очередь адаптации человеческого фактора, это отношение восстановления экономических связей, которые были разрушены в советское время, декриминализации региона, в полном смысле, декриминализации элиты региона, декриминализации силовых структур, декриминализации так называемой оппозиции, которая использует террористические криминальные методы, и которая связана в некоторых регионах и с властью, и с силовыми структурами. Есть масса доказательств этому. Прекращение нелегального производства спиртных напитков, прекращение нелегального производства и транзита наркотиков, то, что есть информация по Дагестану в частности. Прекрашение спекуляции с землей, и захвата земель, и вывода земель из сельскохозяйственного оборота под разными предлогами, что порождает серьезные конфликты в Ставропольском крае, например. То есть восстановление государственного суверенитета Российской Федерации над Кавказским регионом в полном объеме демократической России. Это и есть главный фактор борьбы с экстремизмом, терроризмом, бандитизмом, криминалитетом, насилием и так далее. Продолжение следует...